Доброго времени суток! Раздувание скандалов с грозящими пальчиками в сторону Евро создали у меня желание немного пояснить мое отношение к багам и арбузанью в играх. Я не хочу рассказывать, что Евро самое великолепное, что я видела в жизни, и там нет никаких ошибок, и корейцы самые лучшие локализаторы в мире, но это же полный бред. Ровно как я не хочу рассказывать, что Mail.ru – это воплощение ада на земле, или наоборот, вылизывая свою партнерку, воспевать локализатора и делать вид, что на Руд все идеально. Нифига не идеально. Идеально только там, где нас нет, и мы там точно не окажемся. Не существует идеального локализатора. На прекрасных далеких корейских серверах также существуют проблемы, баги и арбузы. Там тоже были скандалы с банами и предупреждениями. Просто информация с Кореей чаще всего ограничивается переводом статей от пары человек. Подавляющее большинство игроков даже адреса корейского сайта игры не знает. Опять же таки, регистрация нового аккаунта на корейском сервере имеет ряд труднопреодолимых препятствий. На Ру или на Евро нет прямого законодательного ограничения на регистрацию аккаунтов. Один игрок может зарегистрировать хоть тысячу аккаунтов, если ему это настолько хочется. Что в свою очередь позволяет искать лазейки и обузить все, что только можно. Пользоваться багами игры, дюпать. Так устроен человек. Найти возможность и наебать соседа. Победить систему. Даже при всех запретах на Ру, у фактически всех игроков имеются твены, которыми зарабатывают голду, окучивают грядки. Игроки делают десятки персонажей, чтобы крафтить вексельные паки, делать квесты на векселя и выкупать тернарды, делать семейные квесты на уголь. Появляется возможность, игроки стараются это воплотить в жизнь. Кто-то ловчее и успевает безнаказанно наобузиться, вывести голду. Другие же в последних рядах попадают под бан. Ярким примером могут служить, например, дюпы эфена 3 года назад, когда мифовые эфены продавались за копейки. Очень многим игрокам через соцсети предлагали купить такие дешевые эфены за рубли. Не так давно, когда был ивент на синтез, кто-то успел точнуть оборудку без слома в пятой эпохе, а кто-то успел наделать медных драконов, ходя в сады, где падал после обновления порошок, который тут же обменивали на медные драконы. После дракона обменивали на кабуксон и продавали на аукционе. Или можно вспомнить баг с синтезом, когда при заходе в данж, баговался синтез. Увы, но такое говно случается, оно бывает. Главное, то, как на это реагирует администрация игры. Нам становится завидно и обидно, что у соседа получилось навернуть систему, а мы опоздали. И мы чувствуем зависть, ненависть и раздражение от этого, так, словно нас самих навернули. Но стоит только администрации ввести санкции, баны и штрафы, так ситуация тут же меняется. Чувствовавшие себя обманутыми и обездоленными, уже радуются и гордятся, что играют честно. Они не попали под штрафы, а вот соседа забанили, какой он плохой, но ему по делам. И большое значение здесь имеет именно наличие наказания. Отсутствие санкций только побуждают еще больше обузить, дюпать и ломать игру, чтобы получать выгоду и зарабатывать на игре. Наличие же и понимание, что за подобные действия обязательно последует наказание, на большинство игроков действуют отталкивающие. Те, кто не хотят потерять персонажа, уже стараются не влезать во все это. Да, сейчас на евро есть возможность играть в несколько окон. Чтобы передать твинами предметы трейдам, надо прокачать 10-й небесный уровень. Чтобы передать что-то через сундук, надо уже прокачивать 30-й небесный уровень. В магазине за маношторм кристаллы продаются не персональные трусы, костюмы при этом персональные. За маноштормы продают и кристаллы на прокачку трусов и костюмов. Наличие и дюб пинг-годов на маношторм кристаллы привело к тому, что игроки наделали этих маноштормов на несколько тысяч. Наделали твинов и надюбали там. Прокачали белье и передали на основы. Появилась лазейка, игроки ею воспользовались. Корейский разработчик не подумал вовремя, не отловил момент, отчего и создался весь этот скандал с якобы поломанной экономикой. Тут можно сказать, что нас привыкли во всем обвинять только майлотцев. Как они не умеют ставить обновления и многое другое. Но тут же видим, как корейский разработчик профокапился ровно так же. Говно случается. Главное, что за этим последует. Как я уже говорила, отсутствие наказания только побуждает на повторение и усиление. Буквально 17 декабря была новость на сайте игры о банах более 370 аккаунтов за РМТ. Теперь вышла новость с предупреждениями, что о дюбе пин-кодов известно. И игроков за это накажут. Будут перманентные и временные баны. Что же касается меня. Я прежде всего играю в игру. Мне абсолютно лень создавать множество твинов, чтобы в несколько окон возить трактора, делать семейные квесты и все подобное. Я играю среди ровно таких же игроков и меня это устраивает. Как и устраивает большинство других. На евро со мной в рейдах бегают такие же полуголые игроки. Я не стремлюсь быть идеальной, помнить все события и патчи. Дотошно переводить корейские патч ноуты и вообще как-то париться над игрой или ютуб каналом. Нажимаю глайдера мышкой, да мне похеру, мне так удобно. Я считаю, что всегда есть те, кто круче тебя, лучше и богаче. Всегда есть те, кто могут вложить в игру сотни тысяч рублей и не париться из-за этого. Есть боги пвп с идеально настроенными макросами. Есть игроки при кормушке и получающие ништяки от других. И если всегда пытаться быть лучше всех, круче всех, увы, пупок развяжется. Я предпочитаю просто чирить, кайфовать и получать удовольствие от дел, которыми я увлекаюсь. Без неврозов и пиздостраданий. Я не золотая банковская карта, чтобы всем нравиться и чтобы со мной все хотели общаться. Если вернуться к теме проблем евро, то повторюсь, мне интересно посмотреть, что будет дальше. Как будет исправлять все корейский разработчик, какие последуют в дальнейшем действия. Играть или не играть на евро? Хочется, играете. Здесь не 100% всех игроков сидят с тонной монаштормов и кирками. Кого-то побанят. Интересно, будет ли новость с числом банов или нет? Чисто так, для статистики. На том же РУ постоянно что-то происходит, но ничего. Играем, вопрос больше в комфорте и итоговой цены. Лично меня на РУ бесит донат-магазин с бесполезными домами за 1800 рубасов. Как-то так. Вот такие меня сегодня посетили мысли. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!